Добрый день, дорогие друзья! Сегодня вашему вниманию одна интересная тема, которая вроде как вырывается из контекста всего, что было до этого, но при этом она родилась вчера. Вчера, когда мы проводили эксперименты по работе с информацией, информационным полем, и использовали разные техники. В дальнейшем мы планируем провести не один десяток экспериментов, используя разные подходы, причем из экстрасенсорики, из разных психотехник, неважно, суть – результат. И вот вчера мы, когда заходили через гипноз, вдруг-вдруг-вдруг появились интересные кадры. Эти кадры я решила использовать, тем более количество звонков от людей, которым интересна тема бесконтактного боя, и желающих пройти где-то тренировку. Приближается лето, люди привыкли, что школа выживания работала длительное время у нас здесь в Белоруссии. И люди звонят, спрашивают, будут ли семинары по бесконтактному бою Лаврова, Белоусова. Да, господа, не будет. Иногда гуру уходит в отставку и не проводит занятий. Но параллельно идет очень много обсуждений, появилось очень много развенчателей, которые отнесли эту тему к разводу, к дури и не пытаются вникнуть в суть. И вот взяв кадры вчерашние, которые вроде никак не связаны с бесконтактным боем, и взяв те основы, которые все-таки были у нас на тренировках, я решила дать вам материалы, не готовые материалы, которые я вам сформирую, там концепцию какую-то заложу в голову, вы так будете потом считать и спорить, правильно или неправильно. Нет, я предлагаю вам задуматься. Я предлагаю вам сделать на своих видео, когда вы будете смотреть, в какие-то моменты стоп-кадры, рассмотреть лицо, рассмотреть глаза, если удастся приблизить, увидеть зрачки и отсмотреть физиологические реакции в разных состояниях. А потом наложить это все на жизнь. Когда вы встречаетесь с этими состояниями, как вы себя в них проявляете, как вы себя в них чувствуете и так далее. А я параллельно буду рассказывать. Итак, вчерашний кадр первый. В конце мы все-таки соединим и поймем, где там бесконтактный бой, где небесконтактный, где лажа, где что. Сейчас мы говорим о состояниях, о физиологии. Итак, кадр первый. Девушка просыпается. Девушка, ты спишь? Угу. 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 А как ты сейчас чувствуешь? На миг. Угу. Смотри, какие сильные ножки. Красивые сильные ножки. И она может остаться вот так. Ты легко и свободна. Прекрасно состоял. Ты можешь встать и пройтись. Ты хочешь пройтись? Давай я так тебе ручку. Давай себе ручку. Как мне страшно? А ты ее опускаешь. Встаешь и хорошо себя чувствуешь. Ровно слышала нога. Это похоже ощущение. Как будто ты в прекрасном танце. Тебе нравятся эти ощущения? Тебе нравятся эти стены? Угу. Кадр второй. Та же самая девушка и снова просыпается. Смотрим. И смотрим, в чем разница с первым просыпанием. Протянись. Как себя чувствуешь? Угу. Хорошо. Хорошо. Ты спишь? Нет. Нет. Довольно? Ну сейчас лучше гораздо, чем в тот раз. Чем давали. Ну вот тут как-то недавно что-то звучало. Сплю, не сплю. Угу. А когда звучало? Да, меньше ясности, а сейчас все как обычно, в принципе. А когда что-нибудь? Ну, туда вот. Смотрите, друзья. Вот в таких вот состояниях, на самом деле, это физиологичные состояния. Мы в них пребываем достаточно регулярно. И если первое состояние, где девушка просыпается, но при этом, если заметили, у нее каталепсия ноги. Да, это значит стадия погружения в себя по каткову двойка как минимум, да? Но при этом она ходит, танцует. Вроде бы она не спит и осознает, что она не спит. Вроде она адекватная, все хорошо, но при этом она находится в достаточно глубоком гипнотическом состоянии. И вы видите, что воздействовать и управлять девушкой в дальнейшем достаточно просто. Когда мы бываем в таких состояниях? Вот представьте, вы проехали 300 километров за рулем, подъезжаете к дому, вы осознаете, что вы подъехали. Вы классно припарковали машину, у вас это легко на автомате получилось. Вам надо разгрузить ее, и вы выходите в таком же состоянии. В чем отличие между вами и вот этой девушкой? Хорошо, если это состояние физиологичное, да, значит оно же может встречаться точно так же на тренировках. Вот человек на тренировке длительное время колотил до изнеможения грушу. Колотил, колотил, колотил. Как вы думаете, он доколотится до такого состояния? Второе просыпание девушки. Вот она вроде бы уже активна, да, но при этом она, в общем-то, еще сохраняются режимы торможения, да. Хотя вы видите, что состояния уже другие. Так вот, когда мы говорим о гипнозе, да, мы говорим о естественных физиологических состояниях человека. Гипнабили, негипнабили и так далее. Давайте вот это уберем. Давайте возьмем за принцип то, что когда человек начинает тормозить, а тормозим мы когда? Когда мы занимаемся какой-то однородной деятельностью. И во время физических тренировок мы тормозим однозначно, да. То есть на тренировках эти состояния будут встречаться. И это значит, мы можем впадать вот в эти состояния при торможении, да. Когда мы физиологически становимся внушаемы и когда мы становимся подвластным влиянием, да. И вот смотрите, если вот во время каких-то занятий, семинаров, тренировок вдруг вам там дадут поддых или проведут какой-то болевой прием. И если при этом вам скажут, что если работает бесконтакт, да, то энергия течет по всему телу. И если она не будет течь, да, то вас там порвет связку или там будут проблемы с коленями, с суставами или с сердцем. Как вы думаете, как отреагирует ваша психика в этих состояниях, когда вы активно тренируетесь и попадаете в такую ситуацию? Вы же понимаете, что вы становитесь очень сильно внушаемыми, да. И в таком случае ваша психика будет реагировать так, как вам сейчас внушили, да. Что это значит? Это значит, что тренер, который вел занятия, установил с вами что? Все рапорт, все правильно. Это классический вариант гипноза, одетый в спецподготовку, да. И наверняка вы встречали, если вы занимались спецподготовкой, что в конце у вас есть моменты релакса, психологической разгрузки или медитации. Назовите это что угодно, как угодно. И не всегда вы помните, как вы разгружались, но вы прекрасно отдохнули, выспались, потянулись и все прекрасно. Как вы думаете, это не гипноз? Так вот, господа, когда вы попали уже под рапорт, как вы думаете, ваше тело будет управляемое тренером? Или это игра в поддавки? Господа, я предлагаю сейчас думать. И всем развенчателям, которые вклиниваются в эту тему и пытаются развенчивать астральное карате, то астральное карате, которое показывают на энергетике люди, да. Когда тонкие ощущения и на тонких ощущениях запускают энергию, эта энергия валит человека и создают целые рассказы, и выстраивают целые теории на этом. Господа, тонкая энергия – это всего лишь расконцентрация на ощущениях в данном контексте. Я не говорю, что энергии не существует, я говорю, в данном контексте она будет использоваться как расконцентрация для того, чтобы вызвать режимы торможения мозгом. А дальше важно установить рапорт, и дальше важно оказывать влияние уже грамотно, используя рапорт. А рапорт у нас может быть не только по звуковому каналу, но и по остальным у нас 5 каналов восприятия. Сколько я вам подсказок набросала сегодня для размышлений? Особенно тем, кому интересна тема рукопашки и высших пилотажей, но которые обходят тему гипноза. И вместо изучения гипноза готовы признать любую философию восточную, которая все равно в подоснове имеет гипноз. Мы об этом будем говорить позже, я постепенно буду вливать эту информацию, потому что если обрушить ее на голову сразу, то можно сказать, блин, там какая-то чокнутая в Минске сидит, и непонятно о чем говорит. Но, господа, давайте вещи все называть своими именами, но подходим мы к ним постепенно от ролика к ролику, там шажок, полшажка, и все прекрасно. Так вот, господа, если вам интересна действительно тема бесконтактного боя, то без изучения гипноза и разных вариантов взять ее невозможно. Можно дуриться, медитировать, верить в чудо, все что угодно. Но если вы отдельно возьмете классику гипноза, отработаете, если вы отдельно нормально тренируете рукопашку, соедините, то вы это сможете использовать и в боевых условиях. Потому как рапорт можно устанавливать разными способами. Я привела только один пример. Вспомните военные действия, вспомните психические атаки, вспомните яркие вспышки, которым можно... Кстати, Александр Леонидович Лавров на семинарах об этом рассказывал. Господа, думайте, думайте, вспоминайте. Он много чего рассказывал толкового. Поэтому вот эти все вещи можно вспоминать, пересматривать и присоединять не к темам это развод, а к темам это гипноз. И это надо изучать, так как гипноз – это естественная физиологическая реакция человека в данном контексте. И еще, это уже мое личное мнение, в конце ролика выскажу его. Раньше, когда проводились семинары по бесконтактному бою, ездили толковые мужики, которые преподавали эти темы, действительно грамотно преподавали. На самом деле молодежь объединялась, она увлекалась рукопашкой, она собиралась, выезжала на остров, еще куда-то. И действительно был какой-то патриотизм, людям было чем заниматься. Люди действительно не пили, не курили, у них было увлечение, у них была возможность социализации, общения в контексте саморазвития и соединения это с физической нагрузкой и с физической подготовкой нормальной. Приезжали действительно толковые бизнесмены, толковые из России, из Белоруссии, Украины, Прибалтики, отовсюду съезжались. И вы знаете, после того, как пошла серия развенчателей, как заказ вот этого всего, вред, который они нанесли обществу, обществу разрушив безумное количество патриотических клубов и объединений, которые были увлечены вот этой темой мистифицированной, я считаю, вред значительно больше. И этот вред был основан на безграмотности. Это мое личное мнение. Я считаю, что если эта тема изучения, соединения, рукопашки с гипнозом грамотно возродится, если найдутся грамотные тренера, которые захотят вести в этом контексте молодежь, то это действительно очень сильное и классное направление, которым имеет смысл заниматься. Потому что совмещение с гипнозом абсолютно с любым вариантом развития человека, оно дает просто обалденный выхлоп. Это касается и здоровья, когда у нас говорят медицинский гипноз, и используют только директивный гипноз, и тупо используют из него элементы кодирования, причем непрофессиональный даже вариант, когда даже тесты на гипнабельность не делаются, когда используют кресло, машины и так далее, когда профессиональность работы как-то отпадает на второй план, когда гипноз не используется как встроенный в жизнь, и он ассоциируется у людей, вызывает страх и так далее. А на самом деле вот эти моменты, моменты психические, способности психических человека и ресурсных состояний человека, их надо изучать, их надо использовать, их надо максимально давать возможность человеку использовать в жизни, для того, чтобы он знал знаниями, надо делиться. А темы гипноза без них никуда, потому что это на сегодняшний день единственная тема, которая достаточно хорошо изучена наукой, с точки зрения физиологии, рефлекторики, обратных реакций и так далее. Вот это класс. И в том же самом спорте гипноз будет давать выхлоп на результат просто феноменальный. И он используется, только об этом немного говорят. Во всяком случае, те, кто делают ставки на деньги, однозначно используют. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok